Садится он лучше, потому что присаживайся для слуги. Присядь там, мелок, потом позовём тебя. А садись, хозяин, значит. Вот такой вопрос, может быть, слабенький, да, о форме оперативного доклада счётной палаты. Вот они провели своё 20-летие, и выяснилось, что у нас с вами сегодня регионы в долгах 2 триллиона. Они смогут отдать долги? Никогда не смогут. Чего же мы удавкой душим-то, кстати? То есть для чего счётная палата всё это нам высчитывает? Вот насчитали, что долги 2 триллиона, и дальше что? Дальше предложение счётной палаты списать в течение двух дней. И пусть регионы нормально работают. Этого не делаем мы. Какой смысл такого оперативного расчёта? Природные электрички вдруг перестали их отменять. И на чём на работу добираться? Что за решение вопроса? И деньги. Смотрите, наши главные распределители бюджетных средств, в прошлом году их дебюторская задолженность 3,5 триллиона рублей. Это что такое? Не умеем деньгами оперировать. Мы только сообщаем, утверждаем отчёт, и счётная палата сообщает, как не умеют деньги тратить наши министерства и регионы. Так же нельзя. Значит, это безответственное планирование бюджета. Значит, должны отвечать кто-то, кто не умеет правильно планировать и расходовать. Вы представляете? Не могут спланировать, сколько поступит доходов. И не могут спланировать, сколько мы израсходуем. Бухгалтер должен с трёхклассным образованием подсказать, что и как делать. Значит, кто-то специально так делает. Поэтому здесь счётная палата работает-работает, а что это всё? В пустоту. Уголовные дела, значит, вот всё время нарушения, нарушения, нарушения. А в чём главная зацепка? Значит, мы здесь не выявляем. Что здесь за проблема с нашей счётной палатой? Она-то вроде бы хорошо работает, но отдача-то что, не идёт ничего? И мы опять вот утвердим сегодня последним Госдумы форму оперативного отчёта. Ну давайте они будут быстрее нам сообщать о недостатках. Нам надо быстрее принимать меры, как и что решать нужно. Значит, наше министерство задерживают деньги, госкорпорации задерживают. А что мы сделали в восьмом-девятом году? Мы оказали помощь банкам. А банки прокрутили деньги, заработали. И ЦБ. Сейчас ещё раз кризис наступил. Сейчас снова даём деньги. Кому? Опять банкам. И нам что эта счётная палата посчитает опять? Наш бюджетный комитет должен заработать? Он же здесь, Макаров, сидит. Вот он здесь. Давайте садись на своё место. Не надо с министрами крутиться. Сядьте и сидите на своём месте. И нужна жёсткая позиция. Потому что денег много, а денег нет. Это же смешно. Смешно. Самый дорогой в мире рубль. Самый слабый друг оказался. За рублём стоят огромные ресурсы. Уран, нефть, газ, золото, лес, металл. Всё есть. А за долларом ничего нет. Нарезали бумажку. И весь мир опутали. А мы с вами что делаем? Так мы же сами это провоцируем. Наш ЦБ не даёт дешёвый кредит. Насильно выпихиваем за границу. Там берите дешёвые. А теперь вводят санкции. Берут не можем долг. И сажают в ловушку. С детьми так делают. С детьми. Так детям во дворе голову морочат. Конфетку дают, а потом куда-то втягивают его в какую-то компанию нехорошую. То есть на наших глазах всё происходит. Отсюда Кудрин нам говорит. За границу. Там мы лучше разместим наши свободные средства. Треть бюджета. Это фракция. Вы голосовали 10 лет. Отправить туда. 6 бюджетов отправили. 6 бюджетов. Или 2 хотя бы. Точно отправили туда. За границу. Деньги наши там. А здесь, говорим, на электричку у них не хватает денег у нас. Сидите дома, люди. Это что за бюджеты такие? Доходы и расходы. Специально делают высокую ставку. У нас не возьмёшь кредит. Давай туда. А там маленькую делают. Бери у нас. Но по целевые. Товары бери их. Плохого качества. Тогда у нас не производят товары. Ибо оттуда привезли товары. И в этом дурацком капкане находится вся страна. И уже с 85-го года находится. Вот там новая экономика и так далее. А мы утверждаем отчётности. Стандарты. ГОСТы утверждаем. От этого толку мало. Сегодня это правительство придёт к нам. И что мы будем им говорить? Я другое им скажу, конечно. Это я сейчас исхожу из того, как мы не умеем считать деньги. То есть более богатой страны, чем наша, нету. С Украины, посмотрите. Американцы вложили 5 миллиардов. И мозги развернули против нас. Мы вложили 400 миллиардов. И мозги отвернулись от нас. Это что за работа? Так дураки только могут работать. Огромные деньги вложить в страну и сделать её врагом. А Америка маленькие деньги вложила и сделала другом Америки. Где эти дураки сидят? В МИДе сидят они? В Минфине сидят. Где сидят те, кто нам наши деньги тратит не так, как надо? И зачем нужна эта счётная палата? Мы что, без неё не знаем, что разворовывается всё? Ну так что вы делаете? 5 миллиардов и 400. Вы понимаете? Ладно бы 400 вложили, не умеем жить и работать. Отучил и царей, и коммунисты, и нещетие демократы. Но мы же ещё и во вред себе делаем. Кучма книгу выпускает. Украина не Россия. Да пошёл вон такой Кучма. И Кравчук. И Ющенко. И Янукович. Четыре негодяя руководили Украиной. Жили на наши деньги. Это Москва снабжала. И сегодня бомбят Донбасс. Это вы виноваты. Это мы виноваты. Мы, Россия, виноваты, что бомбят Донбасс. За наши деньги бомбят. Для чего бомбят? Чтобы ничего не осталось. И потом отдадут разрушенную Украину. Без населения. Все шахты будут разбомблены. Электростанции. Всё будет разбомблено. Берите Россию. Всё. Закрывайте Россию. Гоните деньги на вашу родную Украину. А счётная палата будет снова считать. И снова нам доклады делать. Мы не умеем. Неправильно. Нам не ревизоры нужны, а столы пины нужны. А Галушка, министр Дальнего Востока, или Трутнев, это не столы пины. Они три года ничего не могут сделать на Дальнем Востоке. И ничего не сделают. Три года назад я сказал, поставим другого министра. Поэтому уже другие министры. Столы пины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...